Дорогие братья и сестры, приветствую вас! Мы также, я также, как и первый брат, приехал с Новосибирска. Знаете, я сижу и Божьей благодатью удивляюсь. Неделю назад я был в городе Тарас, это Джамбул бывший, на юге Казахстана, и тоже был на собрании, там свадьба была, но меня удивило, знаете что? Что здесь, что там, что дома у нас в Новосибирске. И вот так Божья благодать действует, что находишься как дома, и у вас здесь также. Слава Богу за это. Хочу прочитать место, записанное в 1 Петра, 5 главе, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Сегодня утром, когда моя супруга проснулась, говорит, на какую тему будешь говорить? Я говорю, вот на такой стих она. А, ну вроде понятно. Знаете, друзья дорогие, я поймал себя на мысли, что где-то и у меня так происходит. Это вообще место священного писания, которое входит в фонд золотых стихов Библии. Кто читает Евангелие, те прекрасно знают. С детства мы учили этот стих, и мы знаем его хорошо, даже и применяем его каким-то образом к другим. Но знаете, что заметил? Когда приходит время применить его к своей жизни, я начинаю проваливать урок. Вот недавно была ситуация у нас в семье, ну недавно уже время прошло, переживаем. Мы не можем повлиять никак на ситуацию. Переживание и все. И вот два ночи. Справа на левый бок. Справа на левый бок. Смотрю, я один не сплю, еще есть кто не спит. И знаете, я так думаю, что... А я повлиять не могу на ситуацию? Никаким образом. Что я могу сделать? Я начинаю понимать, что только если Бог что-то сделает. Знаете, друзья, я после этого раз на это место священное писание глаз остановился. Ну почему так происходит? Я даже это место цитировал кому-то, говорил о нем, наставлял кому-то, говорю, вот так вот, вот так поступи, вот ты заботы свои. Но когда пришел экзамен и применить это место священного писания в своей жизни, я провалил экзамен. Я думаю, что каждый из нас вспомнит какой-нибудь случай жизни, который обязательно будет похожий на мой. Знаете, друзья, вообще Библия – это не теория, это практика. Брат один рассказывает, когда ему было 6 лет, он с отцом ездил и поля обрабатывали они на К-700, такая большая, кто знает постарше, знает эту машину. И у них, он его брал с собой, наверное, да, 5 или 6 лет где-то было. И в обед ему привозили пищу. И он говорит, он покушает где-то в 12, и ему еще 40 минут вставалось, чтобы отдохнуть. И он, так как там на полях солнце было крепкое такое, он под трактор залазил, говорит, там в тени и нормально. А ну, так как К-700 завести машину, это та еще история, да, поэтому он его и не глушил. И вот трактор работает, говорит, а он под трактором в тенечке лежит, спит. Он-то говорит, спит, а я не могу спать. А вдруг трактор поедет. И вот один из дней я, говорит, папе спрашиваю, пап, а где тут у тебя педаль тормоза? Он так на меня посмотрел, да вот она, говорит, ну хорошо. Папа, говорит, под трактор отдыхать, а я в трактор, говорит. Залез, говорит, на тормоз надавил, говорит, и давлю, и все 40 минут так давил. Вот. Потом прошло время, говорит, я вспоминаю, говорит, зачем я это делал? Знаете, друзья, мы где-то так вот похожи, вот давим на тормоз и думаем, что мы как-то влияем на ситуацию. Трактор бы никогда бы не поехал. Он стоял на пневморучнике, а там невозможно было, просто чтобы он поехал. Знаете, друзья, вот так вот. И вот смотришь, так на свою жизнь обращаешь внимание, думаешь, ну где ты, я такой же. В Библии есть хорошие два примера. Я бы сейчас хотел на них посмотреть. Это записано в Ветхом Завете. Положительные примеры, которые, все заботы свои, которые были, возложили на Бога и успокоились. Знаете, была такая сестра, я ее называю сестра наша, Анна, мама Самуила. Помните, да? Кто читает Библию, тот знает эту историю. Но я хочу ее напомнить. Каждый год Илкана, муж, вместе с двумя своими женами финанной и сыновьями, которые были от финанной, приходили и поклонялись в Дом Божий селом. И вот по обычаю так же они идут, но только все радуются празднику, но только не Анну. Почему? Потому что у нее была большая-большая проблема. А проблема в том, что у нее не было детей. Это большая проблема в то время была. Все бы ничего, муж-то ее любил, и он даже ей сказал, ну не лучше ли для тебя, чем семь сыновей. Но у нее была соперница, которая не просто была соперницей, она докучала ее. И так написано, что она ее докучала, а та плакала. И уже и муж пытался, и там особую долю ее выделял. И все равно ей было не до этого. Скорбело сердце ее. Она не могла повлиять на эту ситуацию. Она могла только что делать? Просить Бога. Собственно, что она и сделала. Она пришла в храм, встала на колени, я так понимаю, наверное, и всю свою боль рассказала Богу. Ну вот, что произошло дальше, вот читаешь, если думаешь, если бы это сейчас так произошло у нас, день до молитвы, то у меня сердце задрогается. Священник смотрит на нее и думает, что-то не то с ней. Пьяна. И подходит и говорит, да коли ты будешь пьяной, иди вытрезвить сначала. Друзья дорогие, вот там, где она должна была получить утешение, она получает такую фразу. Смотрите, что она делает. Она говорит, да нет, я жена, скорбящая духом, и раскрывает все, что у нее есть на сердце. Или спокойно говорит, иди, все будет тебе по слову твоему. И вот в 18 стихе в 1 книге царств, в 1 главе написаны такие слова, и пошла она в путь свой, и ела, и лицо ей было уже не так печально, как и прежде. Что изменилось в ее жизни, друзья? Ничего. Вот внешне ничего не изменилось. Но она пошла, она всю эту свою беду, проблему, она доверила Богу, и все, и дальше у нее, и все, она уже пошла радуясь. И Бог ответил на ее молитву. Бог послал про Симон. Знаете, когда вспомнил это место, думаю, какой хороший, вот говорят о героях веры, я бы, наверное, Анну записал вот именно в этот список, где в Евреям написано. Поэтому, друзья, хороший для нас пример, как нам бы вот сделать так, чтобы мы в своей жизни возложили на Бога надежду и идти радоваться жизни. Мне как-то недавно в одной семье рассказывают, как дочка подходит, плачет маме, говорит, мам, у меня вот там так-так проблемы финансовые и все, и там не успевает она заработать денег на учебу, и вот говорит, попроси папу. Она говорит, подожди. Папа, твой папа? Ну да. Да он же родой папа, иди подойди к нему. Мучилась два дня, подходит. А папа спокойно, так обыденно говорит, хорошо, я дам. Она говорит, ты что, все так просто? А мама говорит, ну да. А чё, говорит, я мучилась два дня, говорит, до этого? Знаете, друзья, вот где-то мы так с Богом нашим. Все так просто. Мы дети Его. Вот в Ясянам есть хорошее место о том, как Бог нам показывает в первой главе, какой Он силой действует. Сила, которую воскресил Он Иисуса Христа, Он действует в нашей жизни, так написано. Второе место, которое хочется героя тоже, только уже не совсем положительной стороны, это помните такого про отца народа израильского Якова. Бог ему говорит, когда у него уже были дети, была семья, было все необходимое для жизни, Он ему говорит, выходи и иди в дом отца твоего. Он выходит, там долгое прощание у них было, и потом когда в конечном итоге они с Лаваном расстались, памятник воздвигли, посидели, покушали вместе, и когда он выходит, Бог посылает ангела, и Яков говорит, что о, это ополчение Господне. Бог не просто сказал ему, что выйди, а он ему даже послал ангела. То есть такое знамение, то есть все, я с тобой иду, я с тобой. Более того, когда Лаван шел с недобрыми намерениями к нему, он, помните, Бог явился Лавану и говорит, не дел, не говори ему то, что не делай, не говори ему ни доброго, ни худого. И скорее всего Иаков об этом узнал. Потому что, ну, я не думаю, что они, судя по его речи, которую он по спрощальному говорит, он довольно-таки был возмущен. Вы знаете, вот этот трудный разговор, который с ними состоялся, и когда он все пошел, но теперь перед Иаковом самая большая проблема. Знаете, какая? Впереди его брат, которого он когда-то обманул. Что он делает? Вот он, понимаете, что у него ополчение Господне с ним, Бог его выводит, Бог его ведет. И он что делает? Он берет, посылает туда посланников, те возвращаются и приносят ему две вести. Первое, что Исаф идет навстречу. Ну, по обычаям Востока это очень хорошо, что идет навстречу брат. Но вторая весть, что с ним идет четыреста человек. А вот это нехорошая весть. Для чего четыреста человек, если он идет примиряться и обниматься с ним? Нет. И тут сердце написанное Якова дрогнуло, потому что он понял, здесь уже заделаван, с которым он распрощался, спереди Исаф, что ему делать? Да, Бог ему пообещал, но здесь он включает свою логику. Берет он, это вот написано в 32 главе Бытия, и двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюд дицдойных с жеребятами, сорок коров. Там целое состояние он просто берет и разбивает их на маленькие стада и посылает. Вот вы встретитесь с Исафом и говорите, что это дары брату господину моему Исафу. Но это еще не все. Дело доходит, что наутро ему встречаться с Исафом, он борется с Богом. Он пытается еще раз хоть как-то понять вот это. И когда не борол, он боролся с Богом всю ночь и получил новое имя Израиль уже. Потом ушел он с этой борьбы знаете какой? Хромой. Идет, я так понимаю, представьте, утро, идет Иаков, но теперь уже не тот Иаков, это Израиль. Идет и хромает. Что дальше он делает? Помните, Он берет своих жен, детей, разбивает на станы. То есть вперед Илья, потом и детей, потом Рахиль, ее, Иосифа. Я так думаю, поможет ли это если 400 человек таких воинственных мужчин идет, вот это все разбивка это, мне кажется, догонят и не оставят живого. Но все-таки человек находится в панике и он такие, казалось бы, на мой взгляд, это уже если идти, так идти, потому что тут уже никак не избавишься. Поэтому, друзья, я смотрю на Исау, на Якова точнее. Потом, конечно же, Бог выходит навстречу, они с Ним вместе, они плачут, обнимаются, и Бог послал, но вот эту заботу, которую Бог ему сразу сказал, что я тебя вывожу, и я с тобой ополчение послал, я эту заботу, я просто не отдал он ее, и все, и вот он ее держит, и, соответственно, вот что-то делает, предпринимает. Помните случай, когда к Илье, Илья был в Самаре, и окружили народ, войско вражеское, и Илья сидит спокойно, а слуга Геезия говорит, ну, господин мой, надо что-то делать, что он, помните, делает Илья, он говорит, Господи, открой ему глаза, и когда у Геезии глаза открылись, он увидел, что происходит в небе, какой Бог воинство послал, все тогда он успокоился. Я так думаю, где-то, может быть, и мы не видим той руки Господней, которая вот в нашей жизни работает. Если вернуться к тому тексту, я вот о чем подумал, друзья, о том, что вот само строение пятой главы, оно на самом деле очень интересно. Первые пять стихов он говорит вообще о порядке в церкви, и первые пять стихов он говорит наставлению пастыря. С пятого по восьмой, первые четыре стиха, с пятого по восьмой он говорит о тем, кто находится в подчинении. Я так понимаю, что интересные места там такое есть, место такое есть, смотрите, если прочитать вообще с пятого по восьмой этот стих. Так же и младше, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрим, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Смотрите, место, в котором, вот если в контексте этого отрыва отрывок убрать, то здесь идет прямой отсыл на послушание наше. Послушание наше Господу, послушание наше пастырем нашим, вообще вопрос послушания. И на уровне этом же стоит все заботы ваши возложите на него. Друзья, я так думаю, что практически невозможно возложить заботу, не смирившись под крепкую руку Божию. Трудно нам понимать или трудно нам отдать наши заботы Господу, если у нас нету послушания Ему, если мы не смирились под крепкую руку Божию. Поэтому, рассматривая это место, вот я начинаю в себе, опять же, смотрю на себя, я думаю, Господи, значит, где-то я недорабатываю, где-то у меня провал, ты где-то меня проводишь еще раз, еще раз, ну если человек не сдал, ребенок не сдал первый класс экзамен, что он дальше делает? На пересдачу, не пересдал еще раз. Так вот и здесь, Господи, где-то, видать, я недорабатываю. Друзья дорогие, хотел бы вам оставить пожелание. Время, в котором мы живем, хочу вас утешить. Легче не будет, будет труднее, но, друзья дорогие, но, есть очень большое но. С нами Бог. Бог, который вершит, создал эту землю, вершит судьбы. Бог, который работает не только в каждом из нас, он работает в государстве, он на целой земле, от него ничего не сокрыто. Можете себе представить, что волос на голове у каждого из нас есть счет у Бога. У него все это есть. Но если волос посчитан, то что говорить о судьбе моей и вашей? Поэтому, друзья дорогие, хочу оставить такое пожелание. Не провалите в экзамен такой, когда придет к вам такое испытание какое-то, маленькое оно или большое, но ваши заботы возложите на Господа. У нас есть два брата в Сибири, очень хорошие братья, настолько они интересны, что знаю один случай, когда они приехали и была одна большая проблема вечером. Какой разный подход у всех. И вот один брат он всю ночь плакал и молился и наутро Бог послал благословение и вопрос решился. А другой брат говорит, так братья, давайте сейчас уже время позднее, помолимся, идем спать, наутро Бог нам даст ответ. Бог дал ответ и в той и в той ситуации. Но этот выспался, а тот нет. Знаете, друзья, я ни в коем случае не хочу сказать, что я тут правильно поступил, неправильно поступил, потому что сам бывает и не сплю. Но, друзья, как иногда Богу хочется нам что-то показать себя, а мы бывает и не спим. И часто эту заботу, которую нужно просто отдать Господу, идти спать спокойно. Вот смотришь на детей, на маленьких, как легко им все дается. Не зря написано будьте как дети. Вот как нам этого не хватает. Друзья, еще раз хочу вам оставить пожелание. Все заботы ваши возложите на него, потому что попечение несет о нас сам Вседержитель. Аминь.